Здравствуйте дорогие друзья! Программа исходный рубеж 101 начинается. Сегодня у нас в гостях Василия Киртока. Почему мы его пригласили? Потому что два года тому назад у нас была с вами передача, в которой мы с вами беседовали о развитии города Кишинева и условий проживания в городе Кишиневе с выполнением всех обязательств руководящих органов. А так как вы член муниципального совета, советник, то вам вопросы все. Задавайте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Задаю. Какое значение имеет муниципальный совет в решении тех насущных проблем, которые сопутствуют нашему городу, столице Кишиневу? Значит, в соответствии с законом о местном публичном управлении советы административно-территориальных единиц обладают довольно большими полномочиями. А раньше обладали еще большими полномочиями, потому что вы знаете, что когда делили власть с участием либералов, то лидеры либеральной партии, учитывая их интерес к Кишиневу и наличие мэра либерального, настояли на том, чтобы закон о муниципе Кишинев был изменен и больше полномочий перешло к генеральному примару. В частности, перешли полномочия в назначении руководителей подразделений практически всех, в назначение руководителей муниципальных предприятий, в решении вопросов, значит, связанных с выдачей разрешения на строительство, в вопросах, связанных с согласованием проекта в решении муниципального совета. В общем, довольно много полномочий перешло к генеральному примару. В принципе, я как руководитель компании достаточно крупный, я понимаю, что исполнительному руководителю надо предоставлять права определенные, вот, но нужна же и ответственность, значит, за то, что в результате реализации этих прав, значит, кто-то страдает, кто-то теряет, в данном случае речь идет о Кишиневе, поэтому мы были против этого, учитывая личность градоначальника, вот, и учитывая вообще тот состав примарии, который был на тот момент. Но что есть, то есть, и те полномочия, что остались, в частности, вот, я со своим коллегой Геннадием Батнару, потому что вы знаете, что полтора года назад коммунистическая партия отказалась от советников, которые прошли по ее списку от нас двоих, потому что, по мнению руководства, может быть, и членов партии, мы недостаточно усердно, значит, решали там вопросы партии, наверное, поэтому, по крайней мере, нас не известили почему. Партия, это же политический вопрос. Ну да, да. Мы занимались только хозяйственными. Я, когда шел к кандидатам в мэры, не будучи членом партии, то мы с руководством партии говорили, что мы будем заниматься и в муниципальном совете, если я стану примар, исключительно вопросами города и действовать исключительно в интересах города, в интересах граждан города. Ну, потому что мне, бизнесмену, ну, по масштабам в Молдавии достаточно крупному, нет смысла идти туда с какими-то другими задачами. Можно в свое время потратить значительно эффективно для компании и для семьи. Муниципальный совет обладает определенными правами, и мы за время работы с своим коллегой Геннадием Батнару, когда это была фракция с госпожой Высотиной, я считаю, мы провели определенную работу, мы подготовили целый ряд проектов решений, которые были приняты муниципальным советом, и некоторыми решениями мы гордимся, потому что если бы нас не было, то до сих пор в городе царило бы беззаконие в некоторых вопросах. Ну, разглядывая то, что творится, да, и перечисленная вышивами, можно сказать, подполномочия примара, фактически не выполняется. Я вообще не понимаю логику тех, кто принимал закон, ведь для решения хозяйственных вопросов советы существуют во всех городах мира. Да, конечно. И урезая его полномочия, фактически не муниципальный совет, он теряет смысл как таковое решать насущные проблемы все-таки горожан. Конечно, да, нарушаются важнейшие принципы демократии вообще, да. Ну, за демократию я буду молчать. Мы ведь представительная власть, представительная власть народа, поэтому, конечно, основные важнейшие вопросы жизни и деятельности муниципа должен решать муниципальный совет, это 100%. Ну, я так понял, хлебные места, как бы деление земельных участков и всего остального уже не решает муниципальный совет, потому что много людей будут видеть те возможности, которые есть сейчас у примара, в решении своих вопросов. Вы знаете, не совсем так. Значит, эти решения, они по-прежнему остались за муниципальным советом, но, скажем так, решения, связанные с продлением, например, договоров аренды, значит, они перешли к примару, но при этом, опять же, нужно заключение комиссии муниципального совета. Эти вопросы остались, значит, но вопросы, связанные с переводом бюджетных средств одной статьи на другую, значит, назначение ключевых людей, к сожалению, из муниципального совета ушли. И для того, чтобы какой-то земельный участок был выделен, опять же, новым законом предусматривается процедура, при которой без исполнительной власти это сделать просто невозможно. Вот, например, какой-то советник решил кому-то там помочь, значит, приватизировать какой-то там земельный участок. Ну, например, человек владеет домом, возле дома 6 соток, он имеет имущественное право приватизировать это. Это нормально. Человек должен иметь землю возле своего дома в частной собственности. Закон это предусматривает. Для того, чтобы это сделать, он должен обратиться в примарию. Люди в примарии должны подготовить соответствующие документы, превратить их в проект решения муниципального совета, подать на комиссию соответствующую профильную муниципального совета и после этого ввести на совет. Так вот, мы никак не можем повлиять на время прохождения этих документов. Чиновники примарии не отвечают на наши письма, не реализуют те запросы, которые есть. Мы несколько раз запрашивали, к примеру, перечень всех обращений по земельным вопросам, потому что иногда на заседании комиссии появляются вопросы от 2011 года, от 2012 года. Я, как член комиссии по строительству, там, земельным отношениям и по строительству, архитектуре и земельным отношениям, сидя на заседании комиссии в 2017 году, обнаружил, что есть, оказывается, вопрос компании Даггер Места 2012 года. Я об этом даже не знал. И мне предложили, чтобы я его поставил в повестку дня. Прекрасно знаю, что я, как муниципальный советник, не имею права инициировать какие-то решения в собственных интересах и так далее. И я тогда заинтересовался этим. Если вопросы крупной компании Даггер Мест лежат в 2011 года, так с какого года лежат вопросы простых граждан? Оказывается, с 2011 года есть еще дела. Я попросил, дайте мне перечень этих дел. До сих пор у меня нет. Я повторно запросил, до сих пор нет. И тем чиновникам, которые не выполняют запросы муниципальных советников, они обязаны это. Ничего нет. Просто нет. Ну, ничего просто нет. Им просто ничего нет. Понимаете? Есть проблемы такого рода. Знаете, можно законно описать. И так, и эдак. Но очень многое зависит от личности того, кто руководит городом. От способности этого человека ставить перед собой и перед другими задачи, их реализовывать. Ну и, конечно, очень важно понимать, знать и любить свой город. Это очень важно. Это да. Это да, да. Но, вы знаете, до того все просто. Просто плохо. Почему? Потому что есть уже штаб, да, будем говорить, муниципальный совет. А председатель есть, начальник штаба есть. Вы молодец. Вы смотрите в корень. Такое ощущение, значит, что закон о муниципе Кишинев специально написан для того, чтобы здесь царил бардак. Понимаете? Смотрите. Этого нет в районах. Значит, ведь административное территориальное отделение страны включает в себя районы, это административная территориальная единица, города республиканского назначения и муниципии. А муниципи стало больше в последнее время, это кроме Кишинева и Бельс, по-моему, Кагул уже муниципи и, если меня не имеет память, и Каушаны. Я точно не помню. Так вот, районы имеют районный совет, председатель районного совета и аппарат районного совета. Значит, и вот эти люди решают вопросы территориальной, административной территориальной единицы, район, да. Это дороги, значит, это решение каких-то вопросов, связанных с архитектурой между населенными пунктами, значит, системой строительства. Канализации. Генеральные планы районов, там, значит, очистные сооружения, там, система сбора мусора. Но есть много вопросов, которые в рамках территориальной единицы надо решать. Это медицина, значит, это какие-то там системы образования среднего, в Кагуле и высшего учебного заведения. Кроме этого, есть мэры и советы населенных пунктов. В районный центр Ханчешт, да, там есть мэр Ханчешт, есть совет города. Села соответствующие, да, Лапушно имеет свой совет, там, скажем, тот же Бардер имеет свой совет, своего мэра. Да, каждый имеет свой совет. Да. Но и сам Ханчешт имеет своего мэра и свой совет. Что есть в Кишиневе? В Кишиневе есть город Кишинев и еще 30, примерно 30 с чем-то населенных пунктов. К тому же 6 городов и села остальные. В каждом этом населенном пункте, город Селос, Криково город, Ватра город, Кодру город, Дурлеж город, там есть мэр города, есть совет города, которые имеют свои системы финансирования, в том числе централизованного, и имеют соответствующие права. Что очень смешно. Да, у нас же нету мэра города Кишинева, понимаете, хотя город Кишинев есть, вот вы въезжаете в Кишинев с любой стороны, висит белая табличка, на которой написано Кишинев. Вот это граница города Кишинев. У нас есть муниципио Кишинево, у нас есть муниципио Кишинево, есть соответственно совет муниципио, есть мэр, генеральный примар муниципио. Мы, получается, должны решать какие-то вопросы в целом всего муниципио. Но вот этим законом, о котором я говорю, забрали у муниципального совета некоторые права, и в том числе права, например, по утверждению генеральных планов населенных пунктов входящих в муниципи. Так они имеют свои прибавения. И после этого, вот я как человек, который там ездит часто в сторону Кожушны, я наблюдаю, как безобразно вдоль этой дороги между Кишинево и Ватро, значит, примария Трушен раздает разрешение на строительство. Там строят, что хотят, где хотят. Там было, если ехать на Ватро, справа было озеро, значит, там были какие-то деревья, значит, все снесли, чем-то засыпали. Но ведь это же муниципи Кишинев, это же большой административный, значит, как бы единица, это столица. Что город, что эти населенные пункты. И, конечно, какая-то централизованная архитектура должна решать вопрос внешнего облика этой единицы. Это забрать. То есть получается, что у города Кишинева есть обязанности перед этими населенными пунктами. У них никаких обязанностей нет. Напомню один пример. Но при этом они, значит, имеют право выбирать муниципальные советы мэра Кишинева, а мы не имеем права выбирать. И их голосование, значит, просто является ключевым при выборе людей по какому-то непонятному принципу. Если бы Кишинев выбирал, никогда бы Киртуака не был бы избран. Вы знаете, опять же, я говорю, премьер, мне далеко ходить не надо. То, что у нас шесть населенных пунктов в муниципе и названы городами, это меня всегда вызывало смех. Но там избираются свои примары. Когда в беседе с одним из примаров, я говорю, вот, муниципальный совет же, он выше над нами стоит. Я говорю, нет, у меня есть свой совет. Я говорю, а что тогда, они говорят, выборы и финансирование? Да. Я говорю, так тебе ничего не надо делать. Просто сиди и говори, я, мы советуем своим, выходите на Кишинев и вас финансируем. А что выборы? Мы не имеем в отношении никаких выборов. Так, в том-то и делаем. Финансирование. Но они постоянно эти населенные пункты. Мы жители муниципалитетов. Мы финансируем муниципальный совет. Мы с вами жители муниципалитетов. Мы жители города Кишинева. Ладно. Но жители, по их названию, муниципе Кишинева. Получается так, да. Да. Я не могу там избираться. Я должен там быть прописан, иметь жилплощадь и так далее, и проживать не менее пяти лет. То есть, мы считаем, мы считаем, что административная территориальная единица муниципи Кишинева должен быть выстроен, традиционно, как выстроен район. То есть, должен быть город Кишинев, столица. Здесь должен быть мэр и свой совет. И должен быть муниципальный совет во главе с председателем. Как было. Который, да. Ну, я не помню, по-моему, не было. Было в 90-е годы, может быть. Ругаться начали они. Одно время было при коммунистах, когда Мушук был председателем, да, Эдуард. А тогда, значит, начались эти истории. Вот тогда и решили. Да, да, да. И тогда решили эти истории. И должны быть определенные полномочия у совета, вот. И эти полномочия должны распространяться на весь муниципий. Есть масса вопросов, которые надо решать. У нас только 55 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Значит, должен же какой-то централизованный орган, как это делают отделы сельского хозяйства районных советов, распределять субсидии, принимать участие в этом. Или оказывать помощь, значит, какую-то централизованную. Я повторяю, решать проблемы мусора и так далее, и так далее. Вот у нас проблемы мусора каждый пытается решать сам по себе. Ну, полигоны, видите, по сбору мусора у нас. По сей день не решены вопросы. Ко мне подходили бизнесмены, которые могли поставить, может, не мусоросжигательный завод, а завод по переработке мусора. Здесь производство работы пластика, стекла, и так далее, и так далее, и так далее. Самое интересное... Почему-то наши органы городские, а в основном это все-таки мэр города, примарк, не пошли на решение данного вопроса. Самое интересное, что все это есть. Самое интересное. Потому что я с, может быть, третьего месяца, со второго месяца, после того, как начал работать в муниципальном совете, я этой темой заинтересовался, глубоко ее изучил. И на основе решения, проект которого подготовил я, значит, 1 июля 2017 года начал работать полигон Ценцарена. Конечно, себе там погоны повесили многие, значит, но меня это не волнует. Вы меня сейчас удивили, что вы сказали. Да, мне главное, что это заработало. Но я заинтересовался этой темой. В первую очередь, когда я узнал, что в отработанной шахте «Мина Пурчел», так называемое, название четко соответствует тому, что они ее превратили, в отработанной шахте завода Макон складируют мусор. Понимаете? Я, как человек, в прошлом проектировщике знаю требования к таким сооружениям. Значит, я заинтересовался этой. И выяснилось, что без всякого проекта, без всяких работ по уплотнению грунта, без гидроизоляции, значит, туда свезли уже полтора миллиона тонн мусора. Потом я начал интересоваться, почему они это делают. И выяснилось, что… Органическая мусор. Весь мусор, включая органику, да. И все это плавало уже на инфильтрате, где-то сотни тысяч тонн его там скопилось. Уже в родной деревне тогдашнего мэра воду в колодцах нельзя было пить. Это вот оно цвет было. Да. И я заинтересовался. Я поехал в Ценцарены, знаю о том, что этот полигон в 80-х годах введен в эксплуатацию. Он один из самых современных в Советском Союзе. К тому времени уже было готово студия де физибилитате, как бы, значит, исследование окрестностей этого полигона. И выяснилось, что прекрасная гидроизоляция этого полигона. Значит, в колодцах недалеко в соседних селах отличная вода. Никак не влияет этот полигон на это. Вот. Я поехал посмотрел. Значит, там были бизнесмены, которые установили там, это совместный молдавско-итальянский проект, линию по сбору газа, биогаза. То есть вы знаете, что органические отходы генерируют метан, значит, биогаз можно собирать, значит, сжигать и получать электроэнергию. Этот проект, оказывается, там был реализован. Мне эти ребята рассказали, что в 2006 году, когда Воронин перерезал ленточку, он удивлялся, значит, что там растут деревья и пахнет цветами. Значит, там нет запаха вообще. Я посмотрел, как инженер, действительно отличная система. Значит, везде установлены, значит, система сбора этого газа, значит, пробурены скважины в этих, значит, в этом мусоре. И продукты гниения собираются, стоит мощный генератор, сжигают, они подверли 3 километра линии электропередач 10 киловольтной и отдавали в сеть эту электроэнергию. Красота. Единственная проблема, которая там не была решена на тот момент, это очистка инфильтрата. Поэтому весь этот инфильтрат, значит, его собирали и возили обратно, значит, чтобы не выпускать в сторону села Санцарена. В 2011 году у них закончился срок концессии, они обратились за продлением, но Примария им отказала. Поэтому скандал там был. Примария отказала, значит, и как мне сказали ребята, не знаю, правда это или нет, но похоже, вот. Некоторые лица из Примарии потребовали у них 51 процент. В участие. Да. Ну это как всегда, они удивили бы. Они сказали, не можем, у нас партнеры там и так далее. Ну не можете, значит, мы не будем возить вам мусор, потому что без органического мусора это невозможно делать. И тогда, значит, я так думаю, либеральная партия вывела своих сторонников в Санцаренах, так, и те начали придумывать разные причины, почему им это не нравится. И они перекрыли кислород. Поскольку тогда был как бы тройственный альянс, практически коллективная безответственность, да, власти их следовать не было. Вместо того, чтобы пришла полиция, повязала этих там бузатеров, там 20 или сколько там человек, значит, вместо этого они сказали, видите, значит, они нас не пускают. Поэтому мы будем возить в Бубуечь. И вот они 5-6 лет возили мусор в Бубуечь. Сегодня там 2 миллиона тонн уже этого мусора. Огромный объем инфильтрата. И сейчас уже закупили установку по очистке этого инфильтрата. Все чешут репу, не знают, что делать с этим. Но обнаружилось еще другое. Оказывается, рядом, в километре, значит, от этого безобразия, другой бизнесмен, Серджио Балико, фирма РД, строит завод по переработке мусора. Понимаете, если это мусоросжигающее, это одно. По переработке мусора. И я, значит, разобравшись с тем, я начал разбираться с этим. Я встретился с этим молодым человеком. Я туда повел одних, других, третьих. Вот, городское начальство, значит, попросил там. Это вот у салабритати, которая делала вид, что они их не замечают. Значит, проект на 30 миллионов евро. На тот момент 7 миллионов уже освоил парень. Ну, сколько мог. Вот по городу стоят контейнеры, куда бутылки сбрасывают, да? Пластиковые. Это его контейнеры, потому что он давно уже собирает пластик, отходы и делает из них мешки для сахара. Вот эти вот сумки, знаете, там эти наши в Турцию ездили когда-то. Шьет тоже из этого. Вот. И поэтому он как бы эту тему знает, заинтересовался. И человек, он сам инженер. Он постоянно ездит по миру, по этим выставкам. Он интересуется всеми вопросами, связанными с переработкой мусора. И сделал проект красивый, хороший, настоящий по переработке мусора. Шесть линий по сортировке. Значит, и линия по уже… и место пока этой линии у него нет, потому что это самая дорогая часть по переработке органической части. То есть это, значит, опять же способ, значит, обработки, значит, определенными веществами. В результате чего мы получаем кирпичик, значит, абсолютно нетоксичный. В десять раз меньше исходного материала, который можно использовать в основании дорог, либо в удобрении… И веса. Либо как удобрение. И биогаз мы получаем. И вот пришлось потратить много усилий, значит, нам для того, чтобы вот это наше муниципальное предприятие «Аутоселубритате» начало возить к нему мусор. Вот они начали возить мусор в качестве, значит… Доброй воли, будем говорить так, если верить. Нет, нет. Для того, чтобы испытать эти линии. Вот. А сейчас туда мусор возят. По-моему, уже две линии сортировки. У него не стоит три. Уже работает. По-моему, две линии работают. Вот. Я давно там не был. И что они отбирают? Они отбирают камень, стекло, дерево, металл, пластик и так называемый РДФ. РДФ – это всякие там подгузники, там эта штука, которая, значит… Ее, честно говоря, надо сжигать. Вариантов других просто нет. Ну, в принципе… Вопрос в том, где. Вот. А органика, значит, по весу 2,5 раза меньше, а по объему, значит, два раза меньше. Кстати, меньше бензина надо тратить там и прочее. Везется, значит, на цензорену. Но в цензоренах теперь никак нельзя запустить вот эту вот линию по сбору биогаза, потому что эта компания обанкротилась. И они готовы продать уже это. Но, опять же, это банку принадлежит и идут переговоры. Новое руководство от Аута Солубритати, оттуда пришли два полковника. Это ребята работоспособные, значит, они умеют работать, они умеют, значит, делать так, чтобы всем было хорошо. Ага. Я считаю, что они подошли к этому вопросу правильно. И сейчас у них есть идея выкупить это оборудование. Это было бы правильно, потому что цена этому, насколько я знаю, в районе 300 тысяч долларов. Срок окупаемости в муниципе может быть не более одного года. Далее, с моей точки зрения, нам надо принять участие в судьбе этого завода, который Сергей Балика построил. Я не обсуждал с ним эти вопросы, но ему нужна огромная инвестиция еще, да, 20 с чем-то миллионов евро для того, чтобы завершить это предприятие. Может быть, в муниципе войти в уставный капитал. С удовольствием под это дело дадут кредит, а тут очередь стоит. Потому что города, особенно столицы, это самый надежный заемщик. Везде с удовольствием. Я как раз об этом хотел и сказать, потому что выход, да, участие, ведь много частных компаний в мире у нас ссылается на Европу. Европу вы хорошо знаете. Вот. Там в основном муниципальные советы всегда голосуют за участие в той или иной фирме, да? Конечно. У которых их достаточно финансировать. Да, да. Вот и маленькие городки в Германии. Да. Где автотранспорт, да, общественный, есть не платят деньги. Я не говорю уже заданию, где тоже… Это было чаще в моей предвыборной компании. Не платят деньги. Я не вижу проблем делать бесплатный транспорт. Почему? Нет, почему? Вот это есть участие. Там, допустим, ветроустановки, которые вокруг городов стоят, там участвует муницип, ну, городской совет всегда голосует, и мэр всегда поддерживает, потому что без него не принимает решения. Конечно. Участвует долевое, потому что ветрогенераторы не очень дорогие. И обслуживание дорогое, но они создают рабочие места. Конечно. Они торгуют электроэнергией. Конечно. Мы уйдем на рекламную паузу, затем продолжим наш интересный разговор, потому что проблемы города Кишинева, они нам с вами близки. И думаю, нашим телезрителям тоже, потому что проблемы везде одинаковы. Это же не Аргей. Закончилась рекламная пауза. Напоминаю, кто не смотрел первую часть нашей программы «Исходный рубеж 101» с Сергеем Скрипником. У нас в гостях сегодня Василий Катока. Муниципальный советик. Я не буду говорить, какие вы бизнес-структуры возглавляете, но не вижу смысла. Ваша фамилия у всех на слуху. Вот. Очень на слуху. Не могу не затронуть вопрос бизнеса и развития бизнеса в Республике Молдова. Много в телевизионных каналах муссируют одну и ту же новость о том, что все бизнесмены Республики просто боятся работать здесь. И все стараются закрыть бизнес и уехать за границу. Как вы считаете, это муссирование слухов или есть основные факты, что у нас бизнесмены закрывают свои фирмы, продают и уезжают вместе с деньгами? Ну, вы знаете, я думаю, что для того, чтобы понять, почему люди уезжают, надо рассматривать каждый конкретный случай. Я таких случаев не знаю. Бизнесмены моего круга, они никуда не уезжают. Некоторые из них, конечно, планируют и создают какие-то бизнес-структуры за рубежом, но это как бы продолжение бизнеса, который есть здесь. Возможно, я слышал, уехал владелец какого-то ресторана, продал ресторан, уехал. Может быть, его жена захотела уехать, может быть, дети где-то устроились и убедились, что надо соединить семьи. Я не знаю, но когда есть устоявшийся бизнес, человек с корнями врос в эту страну, то должны быть какие-то очень веские причины уехать. Может быть, какой-то побег от каких-то преследований, что ли. Я этого не знаю. Значит, тот круг, с которым я общаюсь, это бизнесмены, которые, как говорил Паниковский и при батюшке Александре Третьем, и при батюшке Николая Втором. Мы со всеми властями сотрудничаем в политику. Мы не лезем, несмотря на то, что я баллодировался по спискам. Но это же местная власть исключительно для того, чтобы навести какой-то порядок в хозяйстве. При этом без политических лозунгов, без оценки каким-то там политическим лидерам, кроме тех, которые явно вредят этой стране. Я не знаю. Значит, я знаю людей, которые занимаются производством. Они занимались давно и занимаются. Я знаю людей, которые занимаются коммерцией, владеют сетями супермаркетов. Я знаю людей, которые возвращаются сюда. Конечно, особенно в связи с арестом Андрея Транга, это мой младший друг, я не стесняюсь это сказать. Я считаю, что это человек, с которого надо пример брать. И к претензиям к нему со стороны правоохранительных органов надо относиться очень осторожно. После этого шага прокуратуры все очень насторожились. То есть этот шаг, значит, уголовное дело, как мы видим, мы послушали этого его, как бы, партнера, что ли, который на него написал все это, некий Верил Варзарь, и все это очень неубедительно. Вот, то есть мы тоже, как бы, и вроде бы как и юристов многих имеем, вот целые департаменты, и сами стараемся во всем разобраться, и сами попадали в какие-то ситуации. Я вот послушал этого Верила Варзарь, час 30 или час 40 он там говорил, я не увидел, кто же там, значит, совершал какое уголовное преступление. Никто у него ничего не отобрал, как оказалось, более того, ему там ничего не принадлежало. То есть, наверное, как бы это его, но номинально на других. Вот, вели с ним какие-то переговоры, значит, какие-то люди, вот, предлагали какие-то проценты, понимаете. Здесь ему предлагали 60 процентов, там 50, ну 50 плюс там огромный российский рынок, это, в принципе, неплохо. Я, как бы, хочу не давать оценок там людям, которые это делали, поэтому это вне моей компетенции. Вот, то есть, я не вижу, что там, какое там уголовное преступление. Кроме того, я этого молодого человека знаю. Я вижу, что он начал все с нуля, значит, просто из ничего. Значит, создал бизнес, которым вся страна может гордиться смело, я считаю. Потому что такой уровень сетевого ресторанного бизнеса, который есть у нас, есть только в тех странах, значит, которые ведут экспансию уже по всему миру. Это Макдональдс, КФС, это Пицца-Хатта, значит, и так далее. У нас есть вот это. У нас есть это, где наша молодежь ест свежую, хорошую пищу, без гормонов, без всяких там ешек. Я знаю подход к этому, что в свое время, когда мы завершали консервный бизнес, я хотел, попытался выйти в эту сеть и продать остатки. У нас был прекрасный горошек и так далее. Но мы там не прошли каким-то стандартом. Но я подулся, подулся на него, потом думаю, ну чего. Есть стандарты определенные, как у нас в компании, надо их уважать. И мы куда-то отдали, это в Россию, по-моему, отправили. Я, конечно, не могу дать полную оценку этому шагу. Прокуратура – это следствие, оно должно быть доведено до конца. Но я не вижу как бы… Массовости ауэрта? Нет, нет, я не вижу причины для того, чтобы его держать в закрытом. Ну, это юристов дело, вы знаете. Так, конечно, юристов. Я готов за него поручиться, если нужно. Есть возможность, наверное, какую-то подписку, потому что у него есть огромный бизнес, куда он от него уедет. Я просто смотрю, как страдает семья. Мы соседи просто с ним. И, конечно, людям немножко это не нравится. Но, в целом, бизнес, который здесь давно, бизнес, который занимается производством, значит, он старается развиваться в этой стране и уезжать только своими филиалами. Вот. Я вижу винники наши, как это делают. Я вижу консервщики наши это делают. Я вижу, как производители ковров это делают. Значит, я вижу, значит, мы со своим, значит, одним производством тоже в России стараемся делать бизнес с другим. Мы в Румынии. Но основа здесь наша. Наша основа здесь, кто еще любит свою Родину? Знаете, кому-то может власть нравиться, кому-то может она не нравиться. Но власть сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Значит, мы должны исходить из того, что мы живем в этой стране, у нас есть наше дело, здесь находятся наши семьи, здесь находятся наши работники, за которых мы отвечаем. Это тысячи человек. И мы на эти слухи не должны обращать внимание. Ну, уезжает кто-то. Ну, давайте мы, давайте мы не будем этому придавать большое значение. Будем придавать большее значение тем, кто приезжает. Кстати, очень много примеров, да. Когда приезжают, привозят капиталы. Вот, например, глубоко уважаемый мой Николаев Феич Черный. Все, что заработал, привез сюда, инвестировал. В стадион построил, значит, прекрасное винное предприятие. На севере у него большие питомники. У него сейчас есть определенная проблема. Я считаю, государство не мешало бы ему помочь. Далее, вот, возьмите Василия Драган, да, который вернулся с инвестициями. Значит, у него в России, значит, серьезный бизнес. Он здесь и мясокомбинат поднял кормец, прекрасная сеть Линелла та же. Он много инвестирует в виноградники, в виноделие. Я знаю, на Магдачештах какие-то ребята вернулись из Италии, там Мельницу поставили, еще какие-то производства у них. Вот давайте об этом говорить больше. Давайте наполнять наши организмы оптимизмом, с ним смотреть в будущее. И когда будет оптимизм, тогда и будут создаваться новые проекты. Но я хочу обратить Ваше внимание на то, что в последние три года бизнес растет. Я не знаю, может быть, кто-то не верит власти, который говорит, что вот у нас рост и так далее. Я как бизнесмен хочу Вам сказать, что у нас растет и автомобильный бизнес после семилетнего падения, с девятого года, после шестилетнего падения, три года, значит, растут продажи автомобилей. Это знак, это хороший знак. Далее, у нас растут продажи косметики на внутреннем рынке, причем десятки процентов, то же самое касается автомобилей. У нас растут продажи в области ИТ. Правда, мы лишились государственных заказов, но в частном бизнесе интерес к этому с каждым годом все больше и больше. У нас растут продажи сельскохозяйственной техники. Мы уже третий год испытываем виноградоупорочные комбайны, у нас много заказов. Бизнес растет, поэтому я призываю всех поменьше обращать внимание на это, стараться реализовывать проекты у себя в стране, потому что только здесь мы можем иметь не только бизнес, не только жизнь в своей стране, но и иметь соответствующий статус. Ну, кем мы там будем? Ну, кто-то пробьется. А так, в основном, самая низшая каста, говорят, если все это экстраполировать на Индию. Низшие социальные слои эмиграции. Да привести эту страну в порядок, почистить ее, благоустроить – это пять лет. В конце нашей программы я хочу сказать, что много позитивного и много негативного как бы вливается в уши нашим людям. И вот в СУИ не буду упоминать никого, но вам скажу. Вот после беседы с вами, как все-таки бизнесмена не средней руки, да, по меркам Молдовы крупный бизнесмен, то я в следующую программу приглашу экономиста и буду ссылаться на ваши слова. Вы не против? Конечно, конечно, да. До свидания.